Как бороться с повышенным сахаром в крови? Досмотрите это видео до конца и вы узнаете 12 лучших лечебных рецептов из натуральных продуктов для приготовления в домашних условиях. Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Радость Здорового Долголетия. Для начала уточним, какие симптомы и признаки сахарного диабета. Сухость во рту, жажда, частые позывы к мочеиспусканию, резкое похудение или наоборот ожирение. Ухудшение зрения, размытость изображения, двоение в глазах. Головокружение, появление гнойников на коже. Зуд кожи, частые инфекционные болезни, ухудшение работоспособности, бессонница, постоянная усталость, повышенный аппетит, ощущение голода даже после принятия пищи. Если такие признаки у вас есть, нужно прежде всего сделать необходимые анализы. Какие именно, для этого обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. А сейчас, вашему вниманию, отобраны лучшие рецепты из натуральных продуктов для снижения высокого сахара в крови. Рецепт 1. Три белых фасолины замачиваем на ночь в 0,5 стаканей холодной кипяченой воды. Утром фасоль съедаем, а воду выпиваем. Это простой, но эффективный рецепт. Рецепт 2. Берем 1 чайную ложечку куркумы на 1 стакан кипяченой воды. Пьем за 1 час до еды или после еды. Аналогично используем корицу. Корицу и куркуму можно чередовать через день, а с утра употреблять фасоль. Третий. Взять 5 плодов шиповника, измельчить его хорошо и залить стаканом кипятка, а затем прокипятить 5 минут. После чего настоять еще 4 часа. Процедить и принимать 4 раза в день за 30 минут до еды. Чтобы было лечение эффективным, принимать настой необходимо регулярно целый месяц. Четвертый. Использование луковой воды. Одну луковицу нарезать кружочками и уложить в литровую банку. После заливаем банку доверху простой холодной водой и закрываем крышкой. Настаиваем 7 дней в теплом месте. Затем процеживаем и по 50 грамм принимаем натощак ежедневно. Пятый. 40 грамм перегородок спелых грецких орехов. Заливаем 0,5 литром кипятка и варим на слабом огне около часа. Затем принимаем по 1 столовой ложке трижды в день. Если Вы смотрите это видео, но еще не подписались на канал, сделайте это прямо сейчас и нажмите на колокольчик. Следующие выпуски будут еще интереснее. И Вы первыми получите уведомления. А я продолжаю. 6. Печеный лук снижает прекрасно сахар в крови, если его есть по утрам натощак. Для этого берем целую луковицу в шелухе и печем в духовке. Луковицу берем среднюю, небольшую, но и не маленькую. Печеный лук сладкий на вкус и мягкий. Есть печеный лук нужно по утрам в течение месяца и сахар в крови постепенно начнет снижаться. А еще вдобавок и похудеете. 7. Насыпаем в эмалированную посуду 100 грамм зерен овса и заливаем тремя стаканами кипятка. Затем накрываем крышкой и нагреваем, помешивая 15 минут на водяной бане. Потом охлаждаем в течение 45 минут при комнатной температуре. Процеживаем, доливаем кипяченой воды до 3 стаканов и переливаем в стеклянный сосуд. Закрываем хорошо крышкой и храним в холодильнике. Принимаем теплым по 0,5 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды. 8. Бальзам для диабетика. 2 столовых ложки семянной льна растираем в муку. Заливаем 0,5 литром кипятка. Кипятим 5 минут. Снимаем с огня и даем остыть, не снимая крышку, чтобы не образовалась пленка. Остывая, шелуха сядет на дно. Отвар пьем теплым в один прием за полчаса до завтрака. Шелуху выбрасываем. Если у вас запоры, пьете шелухой. Отвар принимаем 1 раз в сутки. Лен стабилизирует биохимический обмен веществ в организме. Особенно он полезен ослабленным пожилым людям. После 2 месяцев приема начинает понемногу работать поджелудочная железа. Но вы инъекции инсулина продолжаете делать. Диету тоже соблюдайте. Первые признаки работы железы – сильное чувство голода и покраснение лица. Как только захотели есть, быстренько что-нибудь съешьте. Потом раз в неделю снижайте дозу инсулина. Контроль врача очень важен. Принимайте лен полгода. А после того, как инсулин будет полностью отменен, лен принимать еще год – 4 раза в неделю. Девятый. Для профилактики диабета и против любой инфекции используем следующий рецепт. Берем одну горсть пшена, промываем и заливаем одним литром кипятка. Настаиваем ночь и выпиваем в течение дня. Повторяем процедуру 3 дня. Десятый. Хорошо снижает сахар компот из рябины и сушеных груш. Приготовление. Берем по одному стакану сушеных груш и сухих плодов рябины. Отвариваем их хорошо в одном литре воды и настаиваем 4 часа. Пьем компот всего по полстакана 4 раза в день. Также хорошо вложить в пищу измельченные сушеные плоды рябины. Они сами по себе дают сахароснижающий эффект. Одиннадцатый. Перекручиваем через мясорубку 6 лимонов вместе с кожурой и 0,5 кг очищенных корней сельдерея. Затем выкладываем смесь в кастрюлю и кипятим на водяной бане 2 часа. Охлаждаем и ставим в холодильник. Употребляем за 30 минут до завтрака по 1 столовой ложке. Это лечение продолжительное. 2 года. Двенадцатый. Берем кофемолку и размельчаем 1 столовую ложку гречневой крупы. Потом высыпаем ее в стакан кефира. И оставляем настаиваться 8-10 часов. Затем утром за 30 минут до завтрака эту смесь нужно выпить. Рекомендуется употребление натощак по утрам в течение 2-3 дней. Затем сделав перерыв на 3 дня. Подряд таких циклов может быть не более 4. После чего рекомендуется сделать перерыв на 3 месяца. Напишите в комментариях, какими рецептами пользуетесь вы для снижения сахара в крови. А я желаю вам получать радость от жизни, крепкого здоровья и долголетия. Прошу в знак благодарности за проделанную мною работу поставить лайк этому видео, сделать репосты в своих социальных сетях, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. Присоединяйтесь, вместе намного интереснее. Всех благодарю за внимание. До следующей встречи.